Добрый день! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Анна Коскова, я студентка 4-го курса итальянского отделения РХГ. Скажите, пожалуйста, как Вы узнали о Русско-Христианской гуманитарной академии и об этом отделении? Две мои знакомые, которые очень любили финский язык и хотели его профессионально изучать, решили сюда поступить и затянули меня вместе с собой. Только я пошла на итальянское отделение, потому что у меня другие предпочтения. И на тот момент это было только открытие итальянского отделения, и Вы вот пришли со мной, одна из первых студенток. Да, получается так, что я пионер на этом отделении. Ну, немножко расскажите о тех программах, которые проводятся на кафедре отделения итальянского языка и культуры. Что лично Вам интересно? Ну, мне интересны все предметы, которые преподаются, то есть связанные с итальянским кино, ну, собственно, итальянский язык, итальянская литература, искусство и итальянская философия. И все, весь этот комплекс меня прелещает, и, в принципе, ни в одном вузе, кроме РХГА, в данный момент в Петербурге невозможно изучить такой полнобор предметов. То есть, либо будешь чистый лингвист, либо чистый культуролог. А тут такой получается микс. Ну, а вот скажем, то, что немалое количество преподавателей итальянского отделения родные носители языка, это с Вашей стороны плюс, или, может быть, все-таки в этом есть некий минус? Ну, в первую очередь, это огромный плюс, потому что ты каждый день слышишь речь настоящих носителей, и тебе они могут передать то, что не может передать ни один русскоговорящий человек, который изучает даже профессиональный итальянский язык, ну, или который преподает. Но единственный только минус, это какие-то недопонимания в плане языка, но это все легко решается, поскольку есть словари, и есть сотрудники, которые же говорят на русском языке. А также большинство преподавателей итальянского языка, они, хотя итальянцы, но они уже достаточное время живут в Петербурге, и русский язык более менее знают. Ну, в связи с тем, что большое количество преподавателей носителей языка итальянского как родного, появился ли у Вас какой-то особый акцент или диалект, присущий определенным территориям итальянским? У нас все итальянцы из разных территорий, и мне кажется, что у меня какого-то такого особого диалекта не сформировалось, но, тем не менее, я чувствую, что фонетика моя улучшилась и стала более итальянской, и мне сказали, что русского акцента у меня нет. Это очень важно, конечно, в плане трансволения языка. Ну, а вот область Ваших научных интересов, что Вас лично интересует, с какой темой Вы будете защищаться? Я собираюсь защищаться с темой, связанной с литературой. Это образ Беатричи в творчестве Данте Альгерри. Вначале я сомневалась, какую тему взять, но в смысле, какую тему... Я точно решила, что буду писать диплом по Данте Альгерри, и в течение года, участвовав в конференции «Бог, человек, мир» два раза, я выступала с разными докладами, которые связаны с Данте Альгери, и в итоге в этом году определилась, что это будет именно образ Беатричи. Ну, а почему именно вот это? У нас преподает Кристина Ланда, она у нас преподает итальянский язык, и преподавала у нас литературу два года назад, конкретно вот курс по Данте Альгерри. И она так заразила меня любовью к этому великому поэту, что я просто не смогла как-то выбрать другое для своего диплома. Да, вы предварили мой следующий вопрос, это касается научной деятельности. Где студенты Русской Христианской Гуманитарной Академии могут выступать, принимать участие? И по поводу, сразу следующий вопрос, по поводу публикации, потому что конференция – это устное все-таки выступление, а публикация – это письменный текст, статья, немножко иной научный жанр. Да. Ну, я вначале… Ну, я вот участвовала только на конференции «Бог, человек, мир». Ну, как я знаю, в Архагаге проводится очень много конференций, других конференций, на которых тоже можно выступать. Но пока мой опыт ограничивается только этими двумя конференциями. И я вначале писала свою статью как научную, и потом ее переделывала для выступлений и посылала затем в редакцию журнала. Вот. Ну, у меня никаких-то трудностей не вызывало, ни то, ни другое. Но выступать на публике мне нравится больше, поскольку есть разговор с публикой, и пока что, ну, видимо, в силу моей еще неопытности научной, мне это как-то комфортнее. Угу. Немаловажной, привлекательной частью учебной программы Русско-Христианской Академии в плане итальянского языка и культуры есть практика, которая проходит в Италии. Вот совсем недавно Вы посетили Италию по этой программе. Расскажите об этом немного. С нашей Академией заключен договор с университетом, который находится в Милане, и несколько факультетов находятся в разных городах, такие как Римона, Бреши и Равенна. Этот университет называется Университета Католика Дальса Кракуоре, по-русски означает Католический университет Святого Сердца. И студенты нашей Академии могут поехать туда учиться по обмену на семестр или на год. Я в силу семейных обстоятельств поехала только на месяц, но, к сожалению, конечно, короткий период, но, тем не менее, это надо было сделать даже хотя бы на 4 недели, поприсутствовать в Италии. И этот опыт, который просто незаменимый, и он необходим любому филологу, итальянисту, который хочет стать настоящим профессионалом и познакомиться не только с языком Италии, но и с ее культурой, и пожить в самой стране, пообщаться с людьми, которые там есть. Есть, ну, главная цель, главная цель, это, конечно, обучение. Я посещала, я жила в городе Брэши, и университет там находился прямо в центре, то есть достопримечательностей, все вылили из окна. И, ну, я посещала там в основном лекции по итальянской литературе с разными факультетами. Вообще, там можно было посещать любые лекции, то есть никаких ограничений. Но, к сожалению, лекции, которые меня интересовали по итальянскому истории, по итальянскому искусству, они накладывались на лекцию по литературе. И мне все-таки пришлось выбрать итальянскую, ну, все-таки, итальянскую литературу, поскольку она составляет мой главный интерес. И я посещала лекции четырех разных профессоров, и на этих лекциях мы разбирали произведения Петрарки, Боккача, потом Джамбатиста Марини, Тарквата Тассе, и даже итальянский герметизм XX века, как пример, это поэт Марио Луце, очень известный во всем мире. И у меня не было каких-то трудностей с языком, что очень приятно, поскольку уже в Академии у нас много лекций на итальянском языке. Ну, есть какие-то объяснения на русском языке, но их очень мало, то есть я привыкла уже к лекциям на итальянском языке. И потом мне понравилось то, что у профессоров в Италии больше времени, там больше времени дается на итальянскую литературу, чем у нас, ну, поскольку мы все-таки не только литературу должны здесь изучать, а много других предметов. И там мы смогли не только разобрать биографии авторов и их произведения поверхностно, мы даже более глубоко производили анализ чуть ли не каждой строчки, каждого слова, различные философские ассоциации, которые имеют это слово, и в каких контекстах оно употреблялось, например, у предшественников. То есть, как Марио Луце, Марио Луце связано с Данте Легьери, с тем же, или там с Петраркой. Вот, в принципе, это было очень интересно. Ну, и также то, что, поскольку четыре разные профессора читали четыре разные курса, ну, я вначале думала, что будет у меня в голове некоторая путаница, что сейчас я говорю про XIV век, вернее, слушаю, и сейчас слушаю про XX век. Но поскольку в литературе все взаимосвязано, эти профессора сумели это показать, то никакой путаницы не возникало, и мне все понравилось. Ну, а вот если какое-то своеобразие присуще только итальянскому образованию, то, что, может быть, нет в отечественном образовании, вы такое для себя отметили? Ну, я думала об этом, но пока я не могу сказать за все русское образование, но конкретно вот как у нас преподается, например, литература в Ирхага, итальянская, ну, в том числе русская. Вот в Италии, помимо того, что мы разбираем какие-то, мы разбирали вот в этот месяц, допустим, что смысл произведений как философский, или что хотел этим произведениям сказать автор, мы также разбирали технические стороны произведения, то есть ритмику, если это стихотворение или стиль, то есть все вместе, техническая сторона, лингвистическая, и более филологическая сторона, литературная. А здесь мы все-таки больше уделяем литературной, философской, филологической стороне, скорее всего, просто потому что не хватает времени, то есть это ложится на наши плечи, домашнее задание. Ну, конечно, некоторые студенты, у кого много времени от этого не страдают, а вот как у меня, у меня просто есть маленький ребенок, и мне приходится больше нагрузка, то, что мне самой приходится это разбирать. Ну, пока только вот это, а в целом других каких-то отличий глобальных я пока не подметила. Ну, вот такой момент, который вы недавно упомянули, о том, что у вас не возникло языкового вот этого отторжения или языкового непонимания. Это вот итог ваших личных каких-то занятий, или все-таки это вот та база академии, которая дает языковую программу, достаточно хорошую, чтобы уже на четвертом курсе, на четвертом году обучения уже спокойно общаться не только на бытовом языке, но получается и на научном. Ну, вот в плане общения, конечно, это заслуга того, что в РХГ у нас преподают носители языка, сами итальянцы, то есть нет языкового барьера. А вот в каком-то грамматическом плане я считаю, что все-таки это заслуга моя и моего преподавателя русского по грамматике, поскольку все-таки, мне кажется, что русские люди должны изучать грамматику с русскими людьми, то есть русскими преподавателями. Все-таки немножко у итальянцев, у них изначально другая система преподавания грамматики. Даже в школе они изучают ее по-другому. Из-за этого могут возникнуть какие-то недопонимания. Поэтому я считаю, что общение — это чисто заслуга итальянцев, а грамматический уровень — это заслуга русского профессора. Ну, я думаю, поскольку тренируюсь, делаю грамматические упражнения, это как почистить зубы сейчас. Поэтому грамматика — это как-то вот так. Хорошо. Ну вот вы уже выпускница, скоро диплом. Думали вы о своей дальнейшей жизни? Что вы планируете? Да, я хотела бы продолжить свою научную деятельность и поступать в аспирантуру, и хотела бы дальше изучать творчество Данта Легери более глубоко. Ну, также помимо аспирантуры, я хотела бы еще, ну, и помимо научной деятельности, выучиться на гидопереводчиках. Сейчас есть курсы в Петербурге, и не одни. И как-то, ну, быть экскурсоводом и гидопереводчиком в Петербурге, принимать здесь группы итальянцев, показывать, знакомить их с русской культурой, в частности с петербургской. А также, возможно, ездить с русскими группами уже в Италию, и там открывать им уже и мир итальянской культуры. Но все-таки, как основную деятельность, это все-таки я предпочла бы научную. Надеюсь, что у меня это получится. Хорошо. Ну и вот, пожалуй, последний вопрос. Вот если сейчас к вам обратятся ваши, может быть, там, бывшие одноклассники, либо те люди, которые ищут высшее учебное заведение гуманитарное, где получить образование, могли бы вы рекомендовать Русско-христианская гуманитарная академия как то место, куда стоит идти и учиться? Да, я, конечно, могла бы, могу это сделать, я и буду это делать, и уже я ни одному человеку рекомендовала, на самом деле, в прошлые годы, даже после первой недели обучения в нашей академии. Потому что я чувствую в наших стенах какую-то особую атмосферу, отличную атмосферу некоторых других заведений, высших учебных заведений в Санкт-Петербурге, какую-то свободу духовную, свободу мысли. Здесь особое отношение между преподавателями и студентами. Возможно, в силу нашей такой камерной обстановки, которая в последнее время расширяется, но это пока никак не отражается на отношениях между преподавателями и студентами. То есть преподаватели как-то что-либо в более каменной обстановке больше уделяют времени студентам и как-то передают им свои лучшие, передают свои мысли, у нас быстрее все доходит. А также, ну вот как упоминается у Чехова в рассказе «Человек-футляри» есть управа благочиния, а есть академия. Управа благочиния, когда человеку говорят, вот это так, это надо делать так, вот это есть так. А академия тебе предлагает разный выбор. Можно сделать так, можно сделать так, ты можешь принять другую точку зрения, но это будет все обоснованно. То есть тебе дадут базу какую-то, и ты дальше уже будешь развивать свою мысль. Хорошо, спасибо и успехов вам! Спасибо большое! Спасибо!